И если в прошлый раз мы с вами, я надеюсь, вместе более-менее поняли, каким образом в самом простом приближении оценить вероятность перехода, то мы сегодня попробуем конкретизировать вот это общее выражение и понять, а как оценить вероятность вполне конкретных изменений состояния молекулярных систем в смысле изменений их вращательного, колебательного и электронного состояния, что в общем в целом можно озаглавить как правило отбора в спектрах поглощения. То есть мы по-прежнему говорим пока только про те процессы, которые мы описываем в первом порядке теории возмущений, то есть про процессы поглощения и испускания излучения. И то самое простое приближение, которое у нас с вами к настоящему моменту есть, которая определяет вероятность перехода между состояниями n и m в единицу времени. Это величина, которая с точностью до константы есть квадрат матричного элемента дипольного момента перехода, собственно, ровно то, что здесь написано. У нас переход из состояния n в состояние m. Вот этот интеграл – это дипольный момент перехода из этого состояния в это на плотность излучения в соответствующем спектральном диапазоне. Значит, вот эта омега – это у нас частота перехода, то есть e, m минус e, n отнесенная к приведенной постоянной планке, а вот это у нас вероятность. Хотя они и выглядят в записи довольно похоже. Значит, главное, что у нас определяет вероятность процесса таким образом, это вот этот интеграл. И фактически как раз условия, при которых этот интеграл отличен от нуля, мы интерпретируем как условия того, что переход между состоянием psi n и psi m разрешен. то есть это и есть то, что мы называем правилами отбора. При этом надо хорошо понимать, что любые правила отбора, даже вот в этой еще пока самой общей записи, это какие-то приближенные, в общем, правила. Ну, хотя бы потому, что мы получили с вами вот это выражение, и конкретно здесь дипольный момент, тогда, когда предположили, что поле электромагнитной волны в пределах нашей молекулярной системы, ну, или того фрагмента этой системы, который непосредственно реагирует на излучение и как-то изменяется под его влиянием, является постоянным. То есть мы от всей пространственной волновой экспоненты оставили единицу. Если бы мы чуть-чуть аккуратнее описали поле электромагнитной волны в пределах молекулярной системы, на самом деле оказалось бы, что помимо вот такого интеграла, в котором стоит оператор дипольного момента, возникли бы еще какие-то выражения интегрального типа, где операторы были бы другими. И, соответственно, условия того, что вероятность процесса будет не нулевой, определялись бы не только этим интегралом, но еще какими-то выражениями. То есть на самом деле мы формулируем только самые простые правила отбора, те, которые, по сути, определяют наиболее вероятные, а с точки зрения спектра, на который вы смотрите, наиболее интенсивные переходы или, соответственно, сигналы в спектре. Значит, более того, дальше мы будем с вами говорить про вот эти интегралы, как-то, вспоминая, как у нас выглядит молекулярная функция, расписывая вот эти функции стационарных состояний Пси-М и Пси-Н, они у нас найдены всегда, неизбежно, при использовании массы всяких допущений в процессе решения молекулярной задачи. Поэтому на самом деле, повторяю еще раз, все правила отбора – это некоторая условность. На самом деле практически все процессы оказываются разрешенными. Другое дело, что у одних вероятность может быть близка к единице, а у других на их фоне там 10 в минус какой-то большой степени. То есть, например, в спектре вы можете их просто не увидеть на фоне шума. И то, что мы будем дальше определять, это наиболее вероятные процессы, для которых условия того, что мы их увидим в спектре, выглядит вот так. При этом, ну, фактически квадрат этой величины, да, а если для вектора его длина – это, очевидно, сумма квадратов его проекции, то для матричного элемента соответствующего оператора мы можем записать абсолютно аналогичное выражение, и квадрат соответствующего интеграла – это фактически сумма. Давайте я буду использовать индекс альфа для нумерации координат x, y, z, того, что мы с вами когда-то называли лабораторной системой координат. Пока что мы именно в этой системе и работаем. d, psi, n, d, альфа, psi, n в квадрате. Ну, если мы считаем, что функции m и n являются действительными, что достаточно удобно во многих случаях. То есть на самом деле условия отличия от нуля квадрата этого интеграла – это фактически условия того, что у нас вот такие интегралы, где в качестве операторов стоят проекции дипольного момента на оси лабораторной системы координат, будут ненулевыми хотя бы для одной из этих проекций. Этого уже будет достаточно, чтобы соответствующий интеграл, его квадрат абсолютного значения, фигурирующий в выражении вероятности, оказался ненулевым, ну и, соответственно, вероятность была отлична от нуля. То есть мы фактически дальше просто анализируем вот эти отдельные матричные элементы, где у нас в качестве операторов стоят проекции дипольного момента на оси x, y и z. Ну, собственно, чтобы расписать этот интеграл, как уже было сказано, нам надо вспомнить, что такое вот эти функции, которые описывают состояние молекулярной системы. Значит, это функции, которые являются собственными для молекулярного гамильтониана. Мы его с вами обозначали h0. Фактически, значит, тогда, когда я не буду конкретизировать состояние начальное и конечное, я буду использовать некий общий индекс k. Екаты, пси-каты. Решение вот этого стационарного уравнения. Это уравнение, которое на протяжении полутора семестров вы решали. И решали, как вы помните, фактически сначала выделяя электронную задачу, а потом, располагая этими решениями и соответствующими энергиями в адиабатическом приближении, опять самым простым, которое у нас могло быть, решая ядерную задачу, ну и, соответственно, представляя таким образом искомые функции молекулярной системы в виде произведения какой-то конкретной электронной и какой-то конкретной ядерной функции. При этом, на самом деле, дальше мы фактически делали еще ряд приближений, касающихся вида и электронной, и ядерной функций. Ну, что касается электронной функции, то тогда, когда мы описывали правильные по спину состояния, то есть такие, которые описывают реальные состояния молекулярной системы, синглетные, дублетные, триплетные и так далее, без всякой их смеси, что бывает тогда, когда мы в варианте неограниченного метода Харт-Рифока используем всего один определитель. Вот тогда, когда мы аккуратно строим решение электронной задачи, в этих функциях, давайте я в явном виде напомню, они у нас зависят от электронных переменных, а именно от радиус-векторов всех электронов, от спина всех электронов и, как от параметров, от радиус-векторов, задающих положение ядер. Вот при аккуратном решении задачи, по крайней мере, в тех ситуациях, с которыми мы с вами реально на практике, как правило, сталкиваемся, то есть для относительно легких молекул, в том смысле, что они состоят из относительно легких атомов, мы будем считать не дальше, чем третий период, мы можем эту функцию представить в виде произведения функции от пространственных переменных. Давайте я их буду обозначать индексом Е и К, соответственно. И функции я буду обозначать индексом С, которая зависит от спиновых переменных. Ну, например, в случае задачи про два электрона, которые вы относительно в деталях в свое время анализировали. Например, синглетное состояние двухэлектронной системы описывалось функцией, которая выглядела следующим образом. Альфа первого электрона на бета-функцию второго электрона минус бета-спиновая функция первого электрона на альфа второго. А триплетное состояние той же самой двухэлектронной системы может описываться, понятно, триплет – это у нас три разных спиновых компоненты, отвечающих проекции спина 0 и плюс-минус 1. Ну, например, функции такого вида. Альфа первой частицы на альфа функцию второй частицы. То есть оба электрона находятся в спиновом состоянии альфа с проекцией спина плюс одна вторая. Ну, кроме этого, есть еще две компоненты, которые будут отвечать проекции спина всей системы двухэлектронной, соответственно, 0 и плюс-минус 1. Ну, в случае синглета у нас, понятно, единственное состояние спин равен нулю, проекция его тоже 0. Вот как примеры, функции, которые описывают спиновые состояния, ну, в данном случае всего двух электронов, для любой многоэлектронной системы соответствующие функции в правильно построенном решении электронной задачи тоже всегда можно выделить. И при этом функции, описывающие разные спиновые состояния, друг другу ортогональны. То есть если есть функция... Ой, простите, тут был индекс S. Если у нас есть функция, описывающая какое-то спиновое состояние S1 или SIT, и функция, описывающая спиновое состояние, S, J, T, то они всегда друг другу ортогональны, если соответствующие спиновые функции описывают разные по мультиплетности состояния. Ну, вот как в этом случае синглетное и триплетное. Это то, что касается электронных функций. Ну, пространственные компоненты, мы их строим, используя подходящий метод решения электронной задачи в зависимости от того, насколько сложной системой электронной в каждом конкретном случае мы имеем дело. Что мы знаем к настоящему моменту про ядерные функции? Ну, эти функции, как уже было сказано, если мы ограничиваемся диабетическим приближением, это решение одного уравнения, поэтому в общем случае в данном электронном состоянии разные решения этого уравнения тоже друг другу ортогональны. А ищем мы эти функции, каким образом? Ну, как правило, все, что мы с вами рассматривали, это ситуации, когда мы можем использовать условия Эккорта. Как вы помните, условия, которые работают тогда, когда амплитуды движения ядер маленькие относительно их средних или равновесных положений, и поэтому вот такие колебательные движения практически не влияют на вращение молекулы, потому что молекулы, можно считать, практически при таких колебаниях ядер не деформируются. и вот в этом случае мы функции, собственные для нашего ядерного гамильтониана, записывали фактически в виде произведения колебательной функции, я вот здесь оставлю пока скобочку для переменных, и вращательные. И эти функции у нас оказывались зависящими от каких переменных. В случае вращения, для того, чтобы, собственно, описать вращение нашей системы, мы с вами переходили к молекулярной системе координат, поворот, который относительно системы координат с зафиксированными в пространстве осями, фактически определялся тремя углами Эйлера, и именно эти углы и описывают фактически то, как поворачивается со временем молекула в пространстве. И, соответственно, именно они и определяют вращательные функции. В случае колебаний мы выяснили, что фактически нам надо описать деформацию молекулы при изменении ее различных внутренних переменных межъядерных расстояний и плоских двугранных углов. И выяснили, что проще всего, опять-таки, проще всего это сделать, тогда, когда мы ограничиваемся всего лишь гармоническим приближением для потенциальной энергии, определяющей колебания в окрестности равновесной конфигурации, можем перейти к координатам, которые мы назвали нормальными и обозначили Q большое. То есть вот у нас при решении даже одной ядерной задачи уже масса всяких допущений сделана. Мы пренебрегли влиянием колебаний на вращение молекулы, то есть рассматривали вращение ее как, по сути, недеформируемого твердого тела, а колебания представили как фактически невзаимодействующие гармонические колебания. Как вы помните, мы потом это решение уточняли и, собственно, анализировали задачу, а до какой степени эти колебания на самом деле друг с другом связаны и каким образом в итоге энергия перераспределяется между колебательными степенями свободы. Но при самом таком простом базовом анализе собственно тех правил отбора, которые нас интересуют, мы, как правило, ограничиваемся именно вот таким представлением ядерных функций. И в итоге та функция молекулярной системы какого-то ее стационарного состояния, которые фигурируют в искомых интегралах выглядит как напоминает у нас произведение электронной функции на ядерную, а электронная у нас произведение пространственной функции на спиновую, а ядерная соответственно произведение колебательной функции зависящей от давайте я жирненькой буквой Q или толстенькой как хотите буду обозначать совокупность всех 3К-6 нормальных координат и вращательной функции вот это для нас такое базовое основное представление для тех молекулярных функций Пси-Н Пси-Н которые фигурируют в интегралах определяющих правила отбора то есть вероятность реализации тех или иных переходов в нашей системе при поглощении ею излучения ну фактически вот такое представление для функции Пси нам надо подставить соответствующий интеграл где в качестве оператора стоит проекция дипольного момента на какое-то из направлений в лабораторной системе координат ну и дальше проанализировать условия при которых этот интеграл будет не нулевым вот фактически наша с вами задача дальше это чисто техническая в каком-то смысле мы понимаем какую задачу нам надо математическую решить и просто пытаемся соответствующий интеграл расписать в том наиболее простом и удобном виде в котором мы можем выделить конкретно условия которые будут определять нам как может измениться вот эта пространственно-электронная функция спиновая ну и соответственно как могут измениться колебательное и вращательное состояние молекулы то есть для нас основное условие которое мы будем анализировать это следующее я сейчас в следующих интегралах поскольку у нас есть вот это выражение уже не буду в явном виде выписывать аргументы у соответствующих функций мы каждый раз сможем вспомнить от чего они зависят глядя на это общее представление значит функция конечного состояния оператор дипольного момента функция начального состояния с номером n и фактически то что мы делаем дальше пытаемся понять когда вот эти интегралы будут отличны от нуля вот собственно то чем мы сегодня в основном и будем заниматься значит у нас уже масса приближений дипольное приближение которое определило нам основное выражение для вероятности перехода и масса приближений использованных при решении молекулярной задачи начиная с адиабатического когда у нас всего одно произведение функций электронной и ядерной представляет функцию какого-то состояния нашей молекулы ну и дальше включая массу допущений использованных при решении ядерной задачи вот при всех этих приближениях мы дальше будем формулировать условия того что мы видим какие-то переходы в спектре которые отражают изменения молекулярных состояний системы ну если мы смотрим на это выражение то мы понимаем у нас дипольный момент определяется чем радиус векторами всех частиц заряженных которые составляют систему правильно по всем ядрам и электронам то есть это вообще говоря функция исключительно пространственных переменных в нашем интеграле от пространственных переменных зависят обе ядерные функции нормальные координаты и углы эйлера определяющие поворот молекулы в пространстве и вот эта электронная функция с индексом е которая зависит от пространственных переменных у нас в наших функциях есть в качестве сомножителя спиновые функции соответствующих электронных состояний оператор на спин не действует поэтому давайте давайте я вот это выражение буду обозначать звездочкой поэтому соответствующий интеграл мы можем переписать в виде произведения двух в одном интеграле мы будем брать собственно интегрировать по всем пространственным переменным и электронный и ядерный подсистем и под знаком этого интеграла останутся соответствующие функции начального и конечного состояния системы ну если в качестве нижнего индекса у соответствующего дироковского обозначения интеграла выписать все переменные то это R все пространственные переменные электронов ну и либо R большое переменные ядер либо фактически нормальные координаты и углы Эйлера и второй интеграл это будет интеграл по спиновым переменным под знаком которого стоят ну собственно только две спиновые функции начального и конечного состояний электронных состояний нашей системы но как мы уже сказали если спиновые состояния системы различаются так интеграл то соответствующие функции друг другу ортогональны мы просто получаем ноль соответственно условия отличия вот этого сомножителя в интересующем нас выражении от нуля какое спиновое состояние системы не должно измениться при соответствующем переходе ну или это можно сформулировать как условия дельта с равно нулю все переходы которые мы можем наблюдать в спектре если ограничиваемся вот таким представлением нашей функции и соответствующим приближением для вероятности перехода будут такие при которых не изменяется мультиплетность состояния то есть иначе говоря в случае нашей двухэлектронной системы мы не сможем наблюдать если считаем что вероятность определяется исключительно оператором дипольного момента переходы между синглетными и триплетными состояниями мы можем наблюдать переходы между состояниями нашей системы синглетными но с разным характером распределения электронов в пространстве то есть вот с разными этими электронными функциями ну или например между разными триплетными состояниями на самом деле переходы между состояниями разной мультиплетности в природе реализуются. И, в принципе, те же самые синглет-триплетные переходы сейчас достаточно активно используются, в том числе и при решении всяких прикладных задач. Это как первый акцент к тому утверждению, что все, что мы называем правилами отбора, оно определяется используемым нами приближением, и то, что мы выписываем, это отнюдь не всегда верно. В нашем приближении это так. Вероятность переходов с изменением мультиплетности, как правило, оказывается порядка на 3-4 ниже, чем вероятность переходов при неизменной мультиплетности. Ну, 3-4 порядка сейчас это уже достижимо для современного инструментального измерения и, более того, даже использования. Ну, соответственно, дальше у нас остается в качестве основного объекта для анализа, давайте это будет уже две звездочки, вот этот интеграл. То есть первое основное правило отбора в рамках дипольного приближения состоит в том, что у нас переходы реализуются между состояниями одинаковой мультиплетности. Ну, теперь нам надо что-нибудь придумать для того, чтобы вот это выражение, обозначенное двумя звездочками, как-то преобразовать так, чтобы дальше можно было что-то говорить про условия тех или иных конкретных изменений теперь уже вот пространственного состояния, скажем так, системы ядер и электронов. Ну, и здесь мы помним, что у нас электронные функции зависят от переменных электронов и как от параметров от координат ядер, ну и оставшиеся две функции, они уже явно зависят от ядерных переменных. Поэтому, ну, просто с точки зрения решения задачи математической, если нужно взять интеграл по всем таким переменам, понятно, что рационально сначала взять интеграл по переменным электронов, да, то есть фактически проинтегрировать выражение, где у нас в качестве оператора дипольный момент, зависящий в том числе от положения, да, или расположения электронов в пространстве или распределения электронной плотности, а дальше уже брать интеграл по ядерным переменным. То есть фактически записать наше выражение две звездочки следующим образом. Здесь уже интегралы не делятся на произведение двух интегралов по разным переменным, да, потому что после того, как мы проинтегрируем по переменным электронов, давайте я вот так это запишу, фи ЕМ, оператор дипольного момента, фи ЕМ, интеграл по переменным электронов. Мы получим в качестве результата какую-то функцию от ядерных переменных, правильно? И дальше фактически она будет играть роль оператора в остающемся интеграле по ядерным переменным, где у нас помимо нее будут стоять функции конечного и начального состояния, колебательного и, соответственно, вращательного. Вот эта запись понятна, да? Мы выделили интегрирование по переменным электронов, взяли этот интеграл, но результат интегрирования у нас оказывается функцией ядерных переменных, поэтому в целом под знаком нашего исходного вот этого вот интеграла остается именно эта функция и все остальное, что зависит от переменных ядерной подсистемы. И оставшиеся интегралы мы берем по нормальным координатам и, соответственно, трем эйлеровым углам, задающим поворот молекулы в пространстве. И как мы видим, фактически в этом выражении все, что связано с электронными состояниями, оно у нас оказалось вот здесь. Давайте мы этот интеграл обозначим D с тем же самым нижним индексом альфа и верхними индексами nm, которые указывают, между какими состояниями электронными у нас, собственно, осуществляется переход. Повторяю, это получилась функция, которая уже не зависит от переменных электронов, но зависит от той конфигурации ядер, при которой мы, собственно, решаем задачу. И именно эта величина фактически нам будет определять вероятность того, что электронное состояние исходное n при поглощении соответствующего излучения может перейти в состояние m. То есть фактически условие отличия этой величины от нуля – это и есть условие того, что может реализоваться переход между электронными состояниями. то есть это первое, следующее после вот этого касающегося мультиплетности частное правило отбора, то есть условие того, что у нас реализуется переход между конкретными электронными состояниями с номерами n и m. Мы дальше чуть-чуть детальнее посмотрим на эту величину, а сейчас сначала нам надо получить какое-нибудь итоговое выражение, вот это вот, дальше максимально разделяющее все то, что касается изменения колебательных состояний и, соответственно, вращательных. Значит, вот эта величина, повторяю, это функция переменных ядер. При этом это проекция дипольного момента на какое-то направление в лабораторной системе координат. x, y, z. А когда мы с вами решали ядерную задачу и, соответственно, разделяли колебания и вращение молекулы, мы, как вы, может быть, помните, я надеюсь, переходили от этой лабораторной системы координат к молекулярной, которую обозначали a, b и c. Значит, давайте еще раз, x, y и z у нас будет в качестве общего индекса нумероваться альфа, и это, соответственно, оси лабораторной системы координат для осей молекулярной системы координат, которые мы обозначали a, b и c, будем использовать для нумерации кси. И если мы переходим от какого-то вектора, заданного в лабораторной системе координат x, y, z, значит, а хотя давайте так, да, к вектору в молекулярной системе координат, то в качестве матрицы, которая нам позволяет переписать этот вектор в новой системе координат, мы использовали что? Это была матрица поворота, да, собственно, мы последовательно поворачивали на углы эйлера φ, θ и ψ, то есть это, или так, давайте начнем с конца, матрица поворота на угол φ, матрица поворота на угол θ, матрица поворота на угол ψ. То есть произведение трех матриц поворота на соответствующие углы, первый у нас вокруг оси z, второй вокруг нового положения оси x или линии узлов, последний, соответственно, вокруг оси c. И эта матрица у нас была обозначена просто r. Значит, мы можем в явном виде расписать каждую из этих матриц через косинусы и синусы соответствующих углов φ, θ и ψ, но в общем виде нам это совершенно сейчас не нужно, это будет нужно, когда мы будем решать конкретную задачу, а элементы матрицы r давайте мы просто обозначим соответствующими парами индексов в молекулярной и лабораторной системе координат. То есть это r, a, x, a, y, a, z, b, x, b, y, b, z, ну и, соответственно, c, x, c, y, c, z. По своему смыслу элементы этой матрицы поворота это фактически косинусы углов между соответствующими осями. То есть, например, r, a, y это фактически косинус угла между осью а молекулярной системы координат и осью y лабораторной системы координат. Теперь фактически в нашем уравнении у нас вот эти функции, вращательная и колебательная, записаны после того, как мы перешли к молекулярной системе координат и в явном виде выделили три угла Эйлера и, соответственно, координаты ядер именно в молекулярной системе. И поэтому вот здесь в качестве оператора, который стоит в нашем интеграле, было бы хорошо записать какую-то функцию именно от переменных не x, y, z в лабораторной системе, а в молекулярной системе. То есть от проекции дипольного момента на оси x, y и z перейти к проекциям на оси a, b и c. Ну, собственно, понятно, что если мы используем такое преобразование, то переход к вектору в молекулярной системе координат от вектора в лабораторной будет определяться матрицей R обратной к той, которая здесь записана. Значит, можно пытаться в явном виде выписывать опять-таки элементы этой матрицы, а можно, пользуясь, ну, фактически тем же самым общим рецептом, который здесь, обозначить соответствующие элементы, соответственно, тому, ну, собственно, на какие компоненты они, вектор в нашей молекулярной системе координат, домножаются, и какая компонента вектора в лабораторной системе координат в итоге получается. То есть R, x, a, x, c, z, c. Я уже не буду выписывать все элементы, понятно, по какому принципу мы соответствующие индексы здесь ставим. И давайте именно такое представление для обратной матрицы поворота мы и будем использовать. Тогда любая компонента дипольного момента в лабораторной системе координат, как и любая компонента любого другого вектора в этой системе координат, может быть записана каким образом? Ну, произведение соответствующей строки нашей матрицы R в минус первой на вектор, на компоненты вектора, в данном случае дипольного момента в молекулярной системе координат. То есть сумма по x, a, b, c, r, альфа, x, c на d, x. Я просто выписала соответствующее выражение не в матричном виде, а, соответственно, покомпонентно для отдельных компонент вектора в лабораторной системе координат. При этом в этом выражении у нас дипольный момент в молекулярной системе координат уже просто определяется взаимным расположением ядер, то есть на самом деле тем набором переменных, который является достаточным для задания ядерной конфигурации. В нашей с вами задаче в качестве такового фигурируют нормальные координаты. Элементы матрицы поворота, она еще иначе называется матрицей направляющих косинусов, собственно, уже даже было сказано почему, потому что каждый элемент это косинус угла между соответствующей парой осей в молекулярной лабораторной системе координат. Элементы этой матрицы они выражаются через углы φ, θ и ψ, углы поворота. И если мы можем таким образом представить компоненты просто вектора соответствующего трехмерного, то мы точно так же можем представить и, собственно, компоненты соответствующего ему оператора, ну и, значит, компоненты того интеграла или вот той функции, которая у нас получилась после интегрирования по электронным переменам. Поэтому дальше я к этому обозначению просто могу добавить еще пару индексов n и m, и это будет справедливо для соответствующих интегралов, точно такое же разложение, и переписать наше выражение, обозначенное двумя звездочками. Следующим образом, мы в этом интеграле, ну давайте я все-таки его повторю, представляя оператор вот таким разложением, фактически что делаем? Ну, понятно, сумму можно вынести за знак интеграла, а дальше у нас получается под интегралом эта функция от нормальных координат и вот эта функция от нормальных координат, и в операторе есть вот это вот dx, которая тоже зависит от этих же самых координат, и есть функции вращательные, начальная и конечная, которые зависят от углов Эйлера, и вот эта компонента в нашем операторе, которая тоже зависит от этих углов. Поэтому вот теперь мы можем честно этот интеграл представить в виде произведения двух, каждый из таких интегралов. Один. здесь была буква М. Это интеграл по углам фи, тета и пси, а второй, там, где будут фигурировать колебательные функции начального и конечного состояния, по нормальным координатам. То есть, переходя к молекулярной системе координат, мы в нашем выражении, определяющем вероятности перехода, фактически выделили по факту, к настоящему моменту, интеграл, который определяет изменение колебательного состояния молекулы, и интеграл, который определяет изменение вращательного состояния. То есть, на самом деле, первый интеграл будет определять условия того, что у нас может реализоваться переход между соответствующими вращательными состояниями. а второй интеграл фактически будет определять условия того, что у нас между соответствующими колебательными состояниями молекулы N и N может осуществиться переход при поглощении энергии. Ну, на самом деле, мы почти все, что нужно для того, чтобы дальше определить собственно правила отбора для реализации электронных, колебательных и вращательных переходов сделали. Реально нам нужно сделать еще только один маленький шаг, который внесет еще одно дополнительное приближение в анализ от того, как может измениться колебательное состояние молекулы. Ну, просто потому, что анализировать вот эти интегралы немножко сложнее в самом общем виде, чем, например, вот эти, потому что в случае вращательных состояний у нас есть функции вполне определенные углов Эйлера, вид этих функций определяется типом нашего молекулярного волчка, и есть вполне определенные вот здесь произведения тригонометрических функций тех же самых углов. В общем, правила интегрирования по этим углам довольно легко в данном случае применимы, и соответствующие интегралы достаточно легко рассчитываются, по крайней мере, определяются условия их отличия от нуля. А вот здесь у нас есть масса колебательных состояний молекул, у нас есть 3К-6 переменных, которые определяют собственно формы колебаний и отдельные гармонические осцилляторы, и есть какая-то в общем случае сложная зависимость дипольного момента от этих координат, ну, потому что я могу по-разному исказить молекулу, да, и в ряде случаев дипольный момент у нее изменится, в ряде случаев нет, как изменится, ну, соответственно, тому, какая будет новая форма нашей молекулы, как будут распределены заряды в ней. И вот для того, чтобы упростить анализ вот этого интеграла, мы вновь вспоминаем про то, что для того, чтобы разделить колебательную и вращательную функции при решении ядерной задачи, мы использовали условия Экарта, то есть малые отклонения ядер от их средних положений. Ну, или от той равновесной конфигурации, в окрестности которой мы и анализируем состояние нашей молекулы. И если так, то любую функцию, зависящую от положения ядер, мы, раскладывая в ряд Тейлора, можем аппроксимировать первыми существенными членами этого разложения. Если дипольный момент это у нас функция ядерных переменных, в данном случае я просто записываю дипольный момент, соответствующие индексы мы можем добавить потом, после того, как проинтегрируем по электронным переменам. Это значение при равновесной конфигурации. Дальше у нас есть давайте по И до 3К-6 слагаемые линейные по отклонениям ядер или по изменениям нормальных координат, вообще говоря, квадратичные и так далее. И для того, чтобы хорошо проанализировать или аппроксимировать функцию дипольного момента, мы на самом деле должны взять достаточно большое число членов этого ряда, даже тогда, когда отклонение ядер от равновесных положений относительно невелики. Что мы делаем в самом грубом, скажем так, нулевом или базовом для нас приближении? Мы ограничиваемся только константой величиной при равновесной конфигурации и линейными по изменениям в положении ядер членами этого разложения. Вот еще одно приближение, которое что-то исключить для нас из на самом деле реализующихся переходов между состояниями молекул, когда мы вот такую аппроксимацию для компонента вектора дипольного момента подставим вот в этот наш интеграл. Итак, что у нас с вами есть? У нас есть выражение, в котором фактически фигурируют уже все те величины, которые определяют вероятность изменения электронного колебательного и вращательного состояния. Давайте только последний штрих, вот это представление для дипольного момента подставим в тот интеграл, который определяет вероятность изменения колебательного состояния молекулы и получим выражение следующего вида. Значит, это у нас сумма по А, В и С. Здесь матричный элемент одного из элементов матрицы поворота или матрицы направляющих косинусов, который определяет вероятность изменения вращательного состояния. Ну, а дальше что у нас будет? Если мы в качестве оператора Декси сейчас подставляем вот это выражение, у нас оператор фактически сумма двух типов слагаемых, первая из них это просто константа, это значение дипольного момента при равновесной конфигурации ядер, мы эту величину из подзнака соответствующего интеграла спокойно можем вынести, останется просто интеграл перекрывания двух колебательных функций начального и конечного состояния. по ядерным переменам. Дальше второе слагаемое вот здесь вот в операторе под знаком интеграла это будет вот такая сумма. Ну, опять, во-первых, сумму мы спокойно можем вынести за знак интеграла и дальше вот эти первые производные по данным случае нормальным координатам они тоже рассчитаны при равновесной конфигурации, то есть это какие-то константы характеризующие то, как изменяется дипольный момент молекулы при изменении ее конфигурации соответственно в форме того или иного нормального колебания. Это мы тоже можем вынести за знак интеграла по переменным Q и тогда второе слагаемое у нас будет выглядеть как сумма по И на интеграл где фактически в качестве оператора у нас остается только какая-то одна нормальная координата Q и ну вообще говоря плюс и так далее мы договорились что всеми этими следующими членами в разложении дипольного момента мы сейчас в качестве нашего базового приближения пренебрегаем вот по существу это для нас основное общее выражение и отличие этой величины от нуля определяет условия того что соответствующие электронные состояния колебательные и вращательные могут определенным образом измениться собственно вот это основное выражение по сути лежит дальше в базисе анализа всех конкретных спектров электронных колебательных и вращательных ну собственно к которому мы и переходим ну и давайте так по энергии сверху вниз наиболее энергетически затратные переходы это у нас изменение электронного состояния то есть это мы рассматриваем переходы между разными электронными состояниями системы то есть фи е n и фи е m это разные функции эти функции являются собственными напоминаю для электронного гамильтониана вот это у нас была функция фи ката фактически мы здесь только забываем про соответствующую спиновую компоненту и если это разные решения электронной задачи вот то что важно здесь понимать то те функции ядерные которые у нас фигурируют будут дальше в анализе вероятности переходов это функции которые являются решениями разных задач то есть если у нас состояние фи е n то у нас ядерная задача выглядит вот так а если функция фи е m конечного состояния то в ядерной задаче у нас фигурирует другой потенциал и в этом другом потенциале на самом деле равновесная конфигурация молекулы может быть иной а значит все что характеризует ядерные состояния я имею ввиду и их вращение и колебания у нас изменяется при переходе от одного электронного состояния к другому то есть функции хи ката которые у нас в том простейшем приближении которое мы используем представляются произведением колебательной и вращательной функции оказываются решениями разных операторных уравнений а если так то в общем случае эти ядерные функции друг другу не ортогональны и соответствующие например вот эти интегралы перекрывания будут отличными от нуля то есть в общем случае колебательная функция одного состояния и второго друг другу не ортогональны так же как и вращательные функции и вот это важно когда у нас осуществляется электронный переход у нас изменяются все и электронное состояние характера распределения электронов в системе и ядерные состояния причем так что соответствующие функции они какие-то собственные для вот разных операторов ядерных ну если мы это учитываем и смотрим на наше выражение обозначенное двумя звездочками то что главное или основной вклад будет вносить в получаемый нами в случае электронного перехода результат понятно что слагаемые в скобочках у нас идут фактически в порядке уменьшения их величины или значимости поэтому анализировать мы начинаем с первого слагаемого если эти функции как мы только что сказали друг другу в общем случае не ортогональны то есть вот этот интеграл не нулевой то мы при анализе электронного перехода можем ограничиться только вот этим первым членом в нашей скобочке про остальные вообще забыв то есть основной вклад который в данном случае будет определять вероятность перехода это будут слагаемые вида я не буду писать теперь уже сумму да помним что в целом это складывается из всех таких членов достаточно проанализировать их по отдельности чтобы определить условия когда каждый или какая-то часть из них отлично от нуля а в итоге вся сумма будет не нулевой это хи вращательная р альфа кси вот такие слагаемые в нашем выражении обозначенном двумя звездочками звездочками будут прежде всего с наибольшими значениями определять вероятность перехода то есть нас будет интересовать именно отличие вот такого рода произведения интегралов от нуля при этом когда мы думаем про изменение электронного состояния системы мы на самом деле предполагаем что это изменение происходит очень быстро электронная система фактически быстро ее внешняя валентная оболочка реагирует на поглощенной молекулой квант как-то перестраивается это и значит что мы перешли в новое электронное состояние и за это время ядерная подсистема еще никак не успевает измениться то есть ядра наша классическая аналогия движутся заметно медленнее собственно это выражается в принципе Франко Кондона который если формулировать развернуто то звучит так что электронные переходы реализуются значительно быстрее реорганизации ядерной подсистемы а в смысле такого рационального зерна которое в нем заложено это переходы если мы думаем про них опираясь на пространство переменных задающих конфигурацию ядер которые реализуются вертикально то есть при неизменной ядерной конфигурации ну и реализуются они при каких условиях фактически нам нужно чтобы вот это произведение трех величин было не нулевым значит каждый из сомножителей должен быть отличен от нуля ну основное это отличие от нуля собственно того интеграла который и определяет возможность изменения данного состояния при равновесной конфигурации теперь уже понятно что для нас собственно эта конфигурация в основном состоянии да определяет и ту конфигурацию в которую попадает молекула в возбужденном электронном состоянии это у нас был вот такой интеграл по пространственным переменным электронов он у нас должен быть не нулевым при равновесной конфигурации ядер то есть мы рассматриваем вполне конкретную ядерную структуру которую имеет молекула в основном электронном состоянии ну как правило мы анализируем переходы из основного состояния и при этой же конфигурации определяем характер распределения электронной плотности в возбужденном с номером m электронном состоянии и дальше рассчитываем соответствующий интеграл его отличие от нуля это отличие от нуля вот этого сомножителя дальше у нас есть еще два сомножителя которые определяют изменение колебательного и вращательного состояния ну здесь если мы вспоминаем решение задачи мы помним что расстояние между электронными термами то есть разница вот этих энергий электронных у нас очень большие порядка нескольких электрон вольт расстояние между колебательными уровнями в данном электронном состоянии измеряются сотнями или тысячами обратных сантиметров а между вращательными состояниями буквально единицами обратных сантиметров то есть плотность этих состояний у нас очень большая и в принципе при переходе между разными электронными состояниями у нас найдутся такие вращательные начальные и конечное состояние, что соответствующий интеграл будет не нулевым. Поэтому фактически условия на то, как изменяются вращательные состояния, мы даже не анализируем в этой задаче. И для нас главным остается, помимо вот этого интеграла, отличие от нуля со множителя, где у нас фигурируют колебательные функции. Вот этот интеграл у нас должен быть не нулевым. Это значит, что функция начального и конечного колебательных состояний должны, собственно, у нас интеграл перекрывания, перекрываться. Это проще всего проиллюстрировать на примере двухатомной молекулы. Допустим, у нас есть вот такая потенциальная кривая возбужденного состояния. Ну и вот, допустим, так выглядящая кривая в основном состоянии. Равновесные конфигурации у нас разные. Ну, как правило, в возбужденных состояниях межъядерное расстояние в двухатомной молекуле действительно оказывается больше, по крайней мере, тогда, когда речь идет про сравнение основного и низших возбужденных состояний. Здесь у нас есть... Да, наверное, я слишком мелко нарисовала, но, надеюсь, вы это увидите. Допустим, у нас молекула находится в основном колебательном состоянии. Вероятность нахождения ее при разных межъядерных расстояниях вот примерно такая, убывающая к нулю. Ну и, соответственно, наиболее вероятным оказывается равновесное расстояние. То есть, когда мы анализируем вертикальный переход, это значит, что мы смотрим, куда наша система, так, это вертикальная линия, может попасть, если мы просто рассматриваем вот такой переход при неизменной ядерной конфигурации. Если мы посмотрим на колебательные состояния в возбужденном электронном, то основное, оно расположено, допустим, где-то здесь. Соответствующая функция выглядит вот так. И понятно, что функция вот эта и вот эта, они практически не перекрываются. Наша стрелочка, которая, по сути, идет из той области, где максимально плотность вероятности для низшего колебательного состояния попадает туда, где практически нулевая вероятность найти молекулу в ее основном колебательном состоянии, вот в этом возбужденном электронном. Но дальше, давайте я чуть-чуть выше нарисую, где-нибудь здесь дистанционный предел. У нас есть следующие колебательные состояния. Ну и, например, для второго возбужденного вот этого, ну вот для первого мы по-прежнему находимся где-то в области почти нулевого значения соответствующей функции, которая будет выглядеть вот как-то так. А для второго состояния возбужденного, ну у нас функция выглядит как-то вот примерно так, колебательная, и, соответственно, мы попадаем в ту область, где у нее максимум. Это значит, вот в данном конкретном примере, да, что рассматривая функцию колебательную в низшем состоянии, нулевую, и в возбужденном состоянии тоже нулевую, мы имеем практически равный нулю интеграл их перекрывания, в силу того, что вторая функция практически нулевая, там, где первая существенно не нулевая, и наоборот. Вот для второго состояния эта малая величина оказывается. Ну и только переход во второе возбужденное колебательное состояние молекулы в возбужденном электронном состоянии оказывается вполне заметной. Фактически все то же самое верно и для многоатомных молекул. Ну, просто в разных состояниях электронных, да, у нас по-разному, да, разные межъядерные расстояния, и, соответственно, по-разному распределены вероятности обнаружить систему при той или иной конфигурации ядер. Вот, собственно, это играет существенную роль, когда мы анализируем наше выражение, определяющее вклады в вероятность перехода между электронными состояниями, и получается, что переходы реализуются с наибольшей вероятностью тогда, когда колебательная функция в начальном и в конечном состоянии существенно перекрываются. То есть вот этот интеграл отличен от нуля, ну, а поскольку в итоге у нас все вот эти выражения, да, суммируются и по абсолютной величине возводятся в квадрат, то, по сути, вероятность оказывается пропорциональной квадрату этого интеграла. Собственно, фактически эта величина, но иногда с коррекцией на изменение конкретных вращательных состояний системы носит название фактора Франко-Кондона. То есть при изменении электронного состояния системы у нас есть два фактора, которые определяют вероятность процесса. Это, собственно, отличие от нуля вот этого матричного элемента, оператора дипольного момента, рассчитанного на начальной и конечной функциях электронного состояния, и, соответственно, перекрывание колебательных функций системы в начальном и конечном состояниях. Вот эти два основных условия определяют отличие вот этих выражений от нуля и таким образом фактически составляют основные правила отбора для электронных переходов. Ну, это то, что касается переходов с изменением электронного состояния системы. В принципе, существенно чаще, особенно в прикладных задачах, нас интересует изменение колебательных состояний системы в данном электронном состоянии. То, что, собственно, будем называть просто колебательными переходами, ну или, соответственно, их совокупность колебательными спектрами. Значит, если речь идет про теперь колебательный переход, как уже сказано, это неизменное электронное состояние молекулы, то есть функция φЕН это то же самое, что функция φЕМ, а значит, все ядерные состояния являются решениями одного и того же общего уравнения ядерного, которое выглядит как ТН плюс соответствующий потенциал адиабатический Н на, давайте я так, хи-каты обозначу, е-каты, хи-каты. Это все те ядерные состояния, с которыми мы сейчас будем работать. И если переход колебательный, то в общем случае это значит, что у нас и колебательное состояние молекулы изменилось, и вращательное. Но теперь важно, что у нас и все ядерные функции это решение одной задачи с одним и тем же потенциалом, а раз потенциал один и тот же, то когда мы анализируем колебательную задачу, которая именно этим потенциалом определяется, мы получаем функции, которые будут собственными для одного и того же колебательного гамильтаниана, а значит, друг другу вообще говоря ортогональные. Так, давайте дельта МН. В нашем случае, поскольку функции разные, значит, это дельта просто ноль. Ну и если мы, учитывая вот это, посмотрим на наше выражение, обозначенное двумя звездочками, то что мы видим? У нас вот здесь первое слагаемое в скобках, у нас как раз пропорционально интегралу перекрывания колебательных функций начального и конечного состояний. Но они разные, друг другу ортогональны, значит, это ноль. И поэтому основной вклад в это выражение, если мы будем говорить про переход между колебательными состояниями, будет вносить следующее слагаемое в скобочках, которое линейно по отклонениям ядер от их равновесных положений. То есть теперь у нас основной вклад в это выражение, это слагаемое такого вида. Опять я опускаю суммирование по кси, тот же самый интеграл, что и в предыдущем случае, по виду, рассчитываемый на вращательных функциях начального и конечного состояния, а дальше сумма по i производная компоненты дипольного момента по нормальной координате, рассчитанная при равновесной конфигурации на интеграл колебательная функция конечного состояния, q и t, колебательная функция в начальном состоянии. И вот такие интегралы, точнее, их произведения, должны быть ненулевыми. При этом в соответствующем выражении что такое вот это производное? Это же сейчас у нас декси с индексами mn, это результат интегрирования соответствующего оператора на функциях начального и конечного электронного состояния. Но у нас состояние электронное не изменяется. Значит, это вот такой интеграл по электронным переменным взятый. А по смыслу этот интеграл это что такое? Это среднее значение компоненты дипольного момента в данном электронном состоянии. То есть это просто величина дипольного момента системы, рассчитанная при соответствующей конфигурации ядер. Или, как вот здесь, при ее изменении. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть это просто привычное для нас, когда мы в принципе говорим про молекулы, понятие дипольного момента, точнее его компонент, мы всегда говорим про дипольный момент в данном состоянии молекулы электронном при какой-то определенной конфигурации ядер. И соответственно, что у нас есть в этом выражении, что должно определять в итоге вероятность перехода с изменением колебательного состояния молекулы. Значит, у нас есть фактически три условия. У нас есть сомножители трех типов в каждом слагаемом в таком выражении. Значит, у нас должен быть отличен от нуля собственно интеграл, рассчитанный на колебательных функциях начального и конечного состояния. Понятно, что он будет разным в случае разных, вот здесь фигурирующих нормальных координат. У нас должен быть отличен от нуля вот этот интеграл, рассчитанный на вращательных функциях, и отличным от нуля, отличная от нуля должна быть вот эта первая производная. То есть еще два условия. Вот это существенное условие, первое из этих двух, оно что с точки зрения наглядной физической картины означает? Если мы просто читаем соответствующую производную. Ведь производная это что такое? Изменение вот этой функции, в данном случае дипольного момента молекулы, при изменении вот этой переменной. В данном случае нормальные координаты. То есть это что значит? Что у нас при колебании, форма которого определена координатой q и t, должен изменяться дипольный момент молекулы. В принципе, у молекулы может быть собственный дипольный момент и нулевым, как, например, у молекулы метана. И если мы эту молекулу исказим соответственно форме ее полносимметричного колебания, то есть просто растянем или наоборот сократим все связи CH, ну, с точки зрения дипольного момента у нас ничего не изменится, он не появится. При таком колебании вот такая производная будет нулевой. И, соответственно, для такого колебания мы не увидим никакого сигнала в спектре. То есть у нас в нашем приближении вероятность такого перехода или такого колебательного возбуждения молекулы будет нулевой. Но если мы посмотрим на колебание вот такое, при котором у нас две, точнее, давайте, все три связи сокращаются, а одна удлиняется, то есть мы получаем не тетраэдр, а какую-то треугольную пирамиду, то у нас уже возникнет дипольный момент у молекулы при такой конфигурации. Это значит, что при колебании вот такой формы у нас вот эта производная будет не нулевой, а значит, ну, одно из необходимых условий того, что мы сможем увидеть сигнал в спектре, который отвечает возбуждению как раз такого по форме колебания, увидим. Ну и последнее условие того, что наш интегратор, точнее, вот это выражение будет не нулевым, вот теперь оно оказывается существенным. Это отличие от нуля последнего нашего сомножителя, определяющего то, как могут изменяться вращательные состояния молекулы при соответствующем изменении колебательных состояний. И ровно потому, что у нас переход между колебательными состояниями требует достаточно большой энергии в сравнении с переходами между разными вращательными состояниями, когда мы смотрим на сигнал в спектре колебательном, отвечающим изменению колебательных состояний молекулы, мы видим там массу лучше или хуже разрешенных пиков, отвечающих переходом между разными начальными и конечными вращательными состояниями. Это фактически определяет вид нашей полосы в колебательном спектре, или, иначе говоря, то, что называется вращательным контуром полосы. Ну и на самом деле последнее, что нужно сказать сегодня, или хочется сказать, это, что если мы перейдем к анализу чисто вращательных переходов, буквально одна минута последняя, то основной вклад или основные условия, которые будут определять вероятность соответствующих процессов, это как раз отличие от нуля вот этих интегралов при одном маленьком дополнительном условии. Если мы возвращаемся к нашему выражению, обозначенному двумя звездочками, вот этому, и понимаем, что мы говорим про изменения только вращательных состояний при неизменных колебательных и электронных, то мы опять анализируем вот это первое, слагаемое в скобочках, этот интеграл равен единице, и условием того, что мы увидим вращательный переход, оказывается ненулевое значение дипольного момента при равновесной конфигурации молекулы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть если в случае колебательного спектра для нас главное было изменение дипольного момента при соответствующем колебании, то тогда, когда мы будем снимать вращательный спектр, изучать чисто вращательные переходы, у нас основным условием в нашем приближении оказывается просто наличие дипольного момента у молекулы в данном состоянии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не его изменение может быть из нулевой даже величины, а просто наличие дипольного момента. Если молекула не полярная, в том приближении, которое мы с вами рассмотрели, вероятность увидеть какие-то переходы с изменением только вращательных состояний молекулы окажется нулевой. Ну, вот на этом мы тогда с вами сегодня заканчиваем. А все... Ну, поскольку у нас как для колебательных переходов, так и для вращательных уже электронное состояние неизменное, то, в принципе, здесь лучше писать одинаковый индекс просто для себя, чтобы понимать, что это среднее значение дипольного момента в данном электронном состоянии. Ну, а все, все детали, как это и к чему приводит в случае конкретных молекулярных систем, ну, вы выясните на ближайших семинарах, ну, и на следующей лекции. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok